Музыка Не надо, не ходи сюда. Ты кушал, ты весь в каше. Ты мой золотой. Мальчишка мой замечательный. Пошли. Ему здесь весело. Пошлите, ребята, пошлите. Пойдем, мой золотой. Пойдем, мой хороший. Идем, девочки. Джокер у меня на втором этаже. Да, красавчик. Маленький. Ребят, а здесь наше чудо маленькое отошло от наркоза уже. Вот, видите? Ты, красотулечка моя, иди сюда. Мамин. Котик мамин, такой манюсенький. Просто пекинесочка его хочет обидеть. Она вреднючая у нас, поэтому малыш сидит сейчас один, закрытый пока. Все будет хорошо. Все у нас будет хорошо. Вот так. Вон у него там корзиночка, мяско, молочко. Да? Джокер. Ты мой золотой мальчишка. Да, 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 ты мой хороший. Не думаю, что в какой-то передержке Джокеру будет лучше. Да, ты красавчик. Ты красавчик мой золотой. Правда? Джокер, ранее будучи рыжиком, жил в дачном поселке. И однажды в дачный поселок приехал отстрел и отстреливал всех животных. Джокер попал под такую же мясорубку. Прилели верхнюю часть челюсти, носик. Но бабушка односердобольная его очень пожалела. Она его спасла, спрятала и отвезла в клинику. Ему, в общем, остановили кровь, дали ему возможность выжить. Бабушка его оставила себе, всю пенсию отдавала на лечение Джокера. Но так как бабуля была очень пожилая, в один прекрасный момент ее разбил инсульт. Она попала в больницу. Сын, к сожалению, с которым она жила, любитель выпить. Получилось так, что второй сын жил в этом же городе, в городе Липецк, но далеко от бабули. И несколько дней, даже, получается, второй сын не знал, что бабушка в больнице. И собака была просто привязана дома и закрыта. Когда собака просто-напросто задохнулась, как говорится, в своих реках, голодная, холодная. И сердобольные соседи взяли и открыли дверь, чтобы собака убежала. То есть отвязали, открыли дверь. Собачка, она не могла никуда деться. В общем, сердобольные соседи, чтобы собака искала себе пропитание, выпустили на улицу. Было очень холодно на улице, грязь, слякоть. Джокер, тогда он еще был рыжиком, он не мог найти себе пропитание, потому что, во-первых, он не мог защитить себя, то есть отобрать у кого-то какой-то кусок. У него же нет верхней челюсти. И поэтому выжить на улице ему было просто невозможно. В один прекрасный день мне девочка прислала фотографию и написала, что на улицах города Липецка бегает рыжий кобель с оторванной челюстью. И три дня люди рассусоливали. Бегает, да, бегает, да, у него есть хозяйка. Джокера пришлось забирать с улицы, потому что, естественно, пробегов уже три дня он хорошо исхудал. Во-первых, он в квартире сидел несколько дней, голодный, холодный, привязанный, пока его не выпустили. И плюс на улице он ни воды себе найти не мог, ни пропитания. И плюс изувеченный люди его боялись, гнали от себя. То есть каждый его пытался от себя топнуть, все боялись, что на улице он просто бы погиб. Все разводили руками, все видели. Каждый день писали о том, что сегодня видели там-то, там-то, и все это происходило 3-4 дня. Пока на самом деле Валя просто не взялась, поняв, что он в итоге просто погибнет с голоду, все в интернете сидели, добродетели диванные рассуждали, какой бедный мальчик, что его надо спасать или не надо спасать, у него есть хозяйка. А вдруг бабушка умерла, а вдруг бабушка не умерла. В итоге вот эти все разговоры продолжались неделю. Валя на четвертый день забрала собаку с улицы. Сначала думали, что это свежая травма, но увидели, что травма давнишняя, и она уже подзажившая. Но так как он бегал на улице, он пытался, видимо, себе добыть пищу, он поранил нос. У него были разрывы свежие. Получается, носик оторванный, но носовые проходы есть. И все эти носовые проходы были в каких-то шишках, в заусеницах, колтунах. То есть ему пришлось оказать медицинскую помощь. Во-первых, ему из носика доставали косточки. Вот так он кушать может, но ему нужна мягкая перетертая пища. Он кушает язычком. А разгрызть кость он, естественно, пытался, видимо, что находил на помойках, но этими костями он был травмирован. Они повтыкались ему в носовые ходы. И врачи ветеринарного лазарета, куда его определили, когда его нашла, она увидела, что ему нужна медицинская помощь. Во-первых, он был, конечно, простужен, натощавший. Его прокапали, прокололи, промыли носовые ходы. Провели, как говорится, дезинфекцию полностью. Потому что он был и глисты, и блохи, и все что угодно. Кушай, мое солнышко, кушай. Кушает он хорошо. Очень мелко перетерто мясо. Ирисовая каша с супчиком разбавленная. Жидкую кашу он кушает хорошо. И водичку тоже сам пьет. Да, Джокер? Джокер мальчик мой. Мой хороший. Все нормально, ребят. На улицу я его пока не выпускаю, потому что у него очень быстро забиваются носик. У него две дырки, и они у него постоянно текут. Но это все будет нормально. Прочистить носик, и все хорошо. Каждое утро чистим нос. На ночь ложимся, тоже чистим. В ветеринарном лазарете ему оказали помощь. Очистили ходы, подлечили. Там были нарывы, все это постепенно зажило. Все то время, пока он находился в клинике, интернетная война продолжалась. Собаку спасти оказали ей медицинскую помощь. А пока она действовала, она действительно единственная забрала с улицы и оказала медицинскую помощь. Давались советы, доказывались то, что у бабушки есть другой сын, что собака ему нужна. Но в итоге Валя просто-напросто ехала, нашла второго сына. Сын сказал, что вы извините, но у меня мама в тяжелом состоянии. Мне не до собаки. Если вы готовы ее взять и ухаживать за ней, я буду только рад. О Джоке я ее узнала случайно. Мне позвонили и сказали, что по улице бродит пес, и у него нет полморды. Я очень расстроилась, потому что я представляю, что это такое, особенно когда жара. Естественно, я попросила знакомых уточнить, правда ли это. Мне звонилась через некоторое время моя знакомая и сказала, да, Валя, пес бегает. Смотрится, говорит, пес просто чудовищно. Морда вся мухами облеплена. Я попросила ее забрать собаку, чтобы оказать ей первую помощь. И мы поместили собаку в стационар. Когда Джокер уже был в стационаре, и на лохматую душу пошла волна грязи такой чудовищной, что сначала хотела разобраться, потом плюнула и решила, что собака важнее. Вместо этого я поехала к хозяину этой собаки, к мужчине. И мужчина сказал, что да, бабушка очень тяжело больна, что вряд ли она поправится, собака им не нужна, и если я готова взять собаку, он не против. Я попросила его написать расписку, что он не возражает. И эту расписку мне дали. После этого я стала считать собаку своей. Мы забрали его с стационара. В стационаре мальчика кастрировали и привили. Так Джокер появился в лохматой душе. Мальчишка потрясающий. Несмотря на свое увечье, он очень добрый и ласковый. Он очень игривый и очень нежный. Дело в том, что травма у него оказалась давней. Никакой крови на нем не было. Рана уже вся заросла, и бабушка выкармливала его с ложки. У меня Джокер прожил почти полгода. Когда я брала в руки платочек, намочила его, чтобы промыть ему две дырки, в которых постоянно скапливалась грязь, и их необходимо было промывать. Он убегал. Убегал, прятался, бодался головой. Но вы знаете, он ни разу, ни разу не рыкнул. Он терпел все, что с ним проводились, любые манипуляции. Прочищались проходы носовые, чтобы он мог дышать. Он терпел. А еще он научился сам кушать. Мы ему давали глубокую миску, и он сам, нижней челюстью, как экскаватором маленьким, подхватывал корм и заглатывал его. И также пил, глубоко окуная морду в чашку. Сначала первое время я кормила его с ложки, но потом поняла, что ему удобнее, когда он сам. Главное было поставить ему глубокую посуду и подобрать ему еду, чтобы ему было ее удобно глотать. Мы очень быстро приспособились друг к другу. Джокер, повторяю, чудесный, потрясающий пес. В носовом пароходе, это у него усохшие корки там накапливаются, но они не выходят сразу. Их надо размачивать и вычищать. Это у него выскочила тогда вот такая засохшая пробка из той ноздри. Я научилась чистить ему нос не сразу. Это были вот такие усохшие. Да, остатки еды, там то, что выделение вот эти, все это пыль набилось, понимаешь? Потом я научилась ему промывать нос, и у него больше такого не было. Вот эти пробки у него скопились. Это пока он носился по улице, бегал, пока бабушка за ним не ухаживала, и пока я научилась за ним ухаживать сама. Мама белая еще. Малыши в углу. Вот, здесь тоже пыль не учается. Плюс в домике. Четыре сторони в домике. И кошки. В общем, около десяти у нас получается, ребят. На всякий случай еще прям по пальцам посчитайте, хорошо? Вот это мы делим. Ну, там, понимаешь, с горкой насыпать не надо, но чтобы прилично было. И еще, в домике с той стороны они подросли. Друзья, такое скопление во дворе, это мы выпускаем собак побегать. Мы сейчас открыли четыре вольера, вот они поносятся немножко, потом опять забегут. Здесь вольеры открытые, там вольеры открытые, там вольеры открытые. Чтобы немножко размяться, и ножки, скажи, да, размять. А заодно и дружить. Чтобы никого не обижать. Да-да-да. Вот, пусть привыкают. Пусть привыкают дружить все. Вот такие у нас дела, ребят. У нас все нормально, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Так что все у нас нормально и хорошо. Ах, да, для тех, кто говорит, что у нас здесь, оказывается, посреди двора скотомогильник, вот, я просто хотела бы, чтобы этот человек пришел и ткнул мне пальцем, где у нас может поместиться скотомогильник. И если у нас не хватает места, даже чтобы самим разместиться. А, вот скажите, да, мои хорошие? Эй, красавчики мои, мамин круизгивый. Да-да-да, гуляет. Второй инвалид наш. Да? Моя девочка, которая ходить не может. Вон, видите, как она стоит? Во дворе у меня инвалиды и старушки. Слепые. Вот слепыш мой. Да, Майка? Все мы пошли погулять, скажи, мои хорошие. Да-да-да. А здесь, если будет дождь, можно спрятаться. Все хорошо. Моё солнышко. Мамина солнышко красивое. Их, такое красивое морда. Моя красивая морда. Ты умница моя, Джекер. Он у нас гуляет по двору. Он у нас хороший. Красавчик мамин. Мамина солнышко, да. Ай-яй-яй-яй. Джекер. Развалился посреди прохода. Не отдыхаешь? А, красавчик мой. Ладно, иди на место. Ой, ё-ка-моё. Да, лучше здесь ложись. Здесь тебя никто не потревожит. Ты мой красавчик. Мамочкин. Красивый мой мальчик. Моё солнышко. А, Джекер. Мордочку почистили. Мордочку промыли. Да? Утречка морду промываем. И всё хорошо у нас. Да, маленький мой. Красивый мальчишка мой. Хороший. Джекер. Ты мальчик мой. Он умничка. Он гуляет сам по себе. Это он в гараже находится. Ему здесь свободно. Он ходит и туда. Он собак проведывает. Ходит. И в другую сторону ходит. То есть ему места погулять здесь много. Да, котик? И он себя спокойно здесь чувствует хорошо. Просто два раза в день нос ему чистим. Протираем влажную тряпочкой. И всё хорошо. Джекер. Да, хаос небольшой, ребята. Ну, что делать? Времени на всё убрать не хватает. Главное, что с животными всё хорошо. Привет, нюти. Горда моя красивая. Сейчас убегать от меня начнёт. Потому что мы вечером нос чистим. Он от меня сразу удирает. Да, малыш? Красивый мамин. Ёлка моя. Да, 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 да. Ты, ёлка моя. Красавчик. Джекер. Что мои хорошие. Да, здесь у нас мелкота подрастает. А вот здесь их мамы. Мы мам отсадили уже. Вот, это мамы. А вот это детки. Эй, Джокер. Да, 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 мои красивые. Да, 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 мои золотые. Маминные. Я благодарна этой женщине за её терпение, за её доброту, за её потрясающее милосердие. Искалеченный зверь, жутко искалеченный. Я не представляю, что она пережила, когда выхаживала это зверя. Мне не повезло с этой женщиной, я не была знакома. Но я на всю жизнь сохраню к ней уважение и благодарность. Она спасла этого зверя. Она спасла этого мальчишку. Она спасла Джокера. И я просто продолжила её работу. Джокер. 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 Пошли гулять, пойдём. Пошли гулять. Пошли. Пошли. Мы сняла пробежимся. Джокер. Джокер, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хорошенький. Ай, ты мой золотой. Джокер, иди ко мне. Ахахаха. Ахахахаха. Ахахахаха. Иди сюда, Джокер. Иди ко мне, иди сюда. Иди ко мне. Ты мой зайка. Отправляй, Тать. джекер джекер позови его джекер включилась джекер джекер посмотри на меня детка иди ко мне ты мой красивый манья ты моя зайка зайтичка моя красавчик ну что погуляем пойдем погуляем пойдем иди ко мне ты мой хороший ты красавчик и мой хороший мальчик пойдем пойдем он любит бегать ты мой красивый ты мой маленький пойдем сюда ты мальчик мой ты мой красивый красавчик маленький замечательно пойдем еще погуляем пойдем пойдем но такую собаку которой нужно делать сейчас пластическую операцию все такое мы понимали что за эту собаку могут побороться только те кто сидя на диване открывает рот в интернете а существенных никаких не было ни предложений то есть бомбили терроризировали рвали на куски желающие были конечно многие и взять на время собрать с нее бешеный куш но никто бы эту собаку не определил семью даже если бы определили то есть увечья собаки не были бы исправлены поэтому нужна была семья состоятельная которая его на самом деле полюбит и попытается сделать ему пластическую операцию потому что когда он кушает то есть ему нужно нарастить немножко вот носовые ходы потому что он кушая захлебывается кашей то есть его либо кормить с ложки ну в общем тяжелая ситуация конечно у джокера но на данный момент он счастливый пес находится в семье и большое спасибо вали что она сделала такой отчаянный шаг что она не побоялась в эту зоозащитную борьбу то есть пока все на диване рассуждали писали в интернете все что хотели она единственная поднялась и на самом деле съездила собаку забрала в безопасное место оказала помощь и предоставила ему любящую семью это был вот разговор с этим со вторым сыном и он сказал что если у вас есть возможность найти ему семью у меня на руках парализованная мама но прежде чем отправить собаку в семью нужно было людей проверить люди должны были обучиться это ведь действительно заслуга той бабушки которая его спасла а она его спасла несмотря ни на что и я бы хотела наоборот сказать добрые слова той женщине мы просто помогли джокеру я не сделала ничего особенного я просто его любила просто ухаживала он нормальный хороший пес когда мне позвонили друзья из германии и сказали что есть семья готова взять джокера я расплакалась потому что травма у джокера очень тяжелая он искалечен чудовищно на него смотреть страшно и взять его в дом подарить ему семью это подвиг и на это способен не каждый джокер уехал в новой семье он живет уже две недели и мне очень часто сейчас оттуда присылают фотографии и видео и я вижу как счастлив он какой он ухоженный какой он радостный и его любят и хозяйка новая хозяйка джокера его новая мама пишет что он самый потрясающий пес на свете благослови бог эту семью я пишу это от всего сердца от всей моей лохматой души добра вам люди не бойтесь брать животных искалеченных и из приюта как сказал однажды кто-то очень мудрый взять собаку из приюта это значит распахнуть двери счастью будьте счастливы люди посмотри на маму посмотри на маму красавчик сейчас будем так девочки джокер смывает все 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 грехи грязенских людей и всех кто россии его обидел малыш наш уезжает жить домой все мы купаемся пусть это ванна будет последняя в россии красавчик мой да прости всех людей кто тебя обидел и начни жизнь с чистого листа я тебе это все сердце желаю малыш все мы золотой мальчик едет домой семью фотографии видео нам обещают обязательно его судьбе будем следить дальше малыш уезжает домой а а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok